Итак, продолжаем. Я сделал вывод, уже поиграл со всеми наушниками. Это мои старые, которыми я давно пользуюсь, и они мне более приятны. Сколько уже через меня наушников прошло. Вот, все еще продолжают идти, еще идет там Xiaomi мини-версия Bluetooth наушников. Но, как бы, эти я покупал еще. Xiaomi обычные, мне спорт не понравились, Bluetooth. Вот, и я уже сделал вывод, поигрался ими, и, как бы, сейчас озвучу вам это. Первое, это наушники BIP, нет, точнее, PBP-012. Вот, я ими пользуюсь давно уже, как говорил. Это Awei, которые пришли, A920BL. И эти наушники KZ-ZST с датакабелем Bluetooth. Кабель и наушники сами я покупал отдельно. С наушниками идет обычный кабель, разъем 3.5. Ну, работает, хорошо звучат. И давайте мы сейчас сравним, как бы, пошагово. Что мне в них понравилось, что нет. Звук. По звуку вот эти вот наушники двое одинаковые, практически одинаковые. То есть, ничего в этих наушниках я нового не услышал. То есть, вот, с этими приблизительно одинаковые. Вот эти, отличный звук, он такой насыщенный. И видно, слышны некоторые моменты. То есть, когда играет мелодия, слышны некоторые моменты, которые в этих наушниках услышать нереально. Это такой, ух ты, я не знал. То есть, мелодию какую-то слышал уже, там, тысячу раз. И не слышал, что в ней играет какой-то инструмент. Вот в этих наушниках это слышно. По звуку они из представленных наушников лучшие. То есть, мне на данный момент они нравятся по звуку больше, чем какие-либо из обзоров, которые до этого были. Которые я вообще смотрел. И, естественно, из этих представленных. По коннекту, вот эти коннектятся как Bluetooth Music. Эти как Away Music. И эти как KZ Earphone. То есть, коннектятся вообще быстро все. Кроме этих, эти вообще моментально. То есть, вот эти вот быстро. А вот эти вообще моментально. То есть, не успел включить, они уже подсоединились к телефону. То есть, я не знаю, как это, но реально вот эти вот намного быстрее сконнектятся. И я еще не успел включить на телефоне Bluetooth. Они уже появляются. То есть, эти несколько там, 2 секунд, 2, 3, 5 секунд нужно подождать, пока в телефоне появятся. Эти же появились вообще мгновенно. Вот. И подсоединяются очень быстро. То есть, мне они очень нравятся вот в этом плане тоже. То есть, это явный плюсик. Хотя, может и минус. Для кого-то 1 секунды, 3 секунды не играет никакой роли. Вот. Поэтому, может и я перехваливаю их в этом плане. Вот. Далее. Далее удобства. Удобства. Вот эти вот мне самые удобные. Они не выпадают. Я ими пользуюсь давно. И мне они очень нравятся в этом плане. Особенно удобства. Удобства ношения имею в виду. Как они сидят в ушах и так далее. Фотографии я добавлю, как они сидят в ушах. И вот эти вот удобные. Тоже как бы непривычно немного из-за вот этой штучки. Но к ней привыкаешь. То есть, ну, из-за хвостика этого. Непривычно она из-за размеров. Но, тем не менее, сидят. Я установил поменьше амбушюрки. Амбушюрки идут в комплекте. Я установил несколько. И, ну, попробовал несколько. И подобрал себе, какие мне больше всего подходят. Ну, и неплохо так. Вроде бы мы с ними подружились. И они вроде бы как бы не мешают. То есть, тест на шапку проходит. И эти и эти тест на шапку проходят на пятерку стандартную. А вот эти вот немножко. За счет того, что они немного вдавлены. То есть, шапка не придавливается. И небольшой дискомфорт к уху. Но, тем не менее, ими пользоваться не так отвратительно. Если сравнивать с Xiaomi Sport. То эти тест на шапку проходят на твердую четверочку. То есть, с Xiaomi Sport они вообще даже кол не получают. Вот эти пятерка. То есть, и те, и те. Эти хоть и вытянуты. То есть, смотрите, вот по размеру они хоть и вытянуты. Но за счет того, что это здесь вот так вот скошено. Вот они не давят, не жмут почему-то. И мне очень понравилось. Далее, по качеству сборки. Вот это вот, ну, троечка качества сборки. То есть, я эти наушники очень сильно люблю. Но по качеству сборки, во-первых, проводочек тонкий. Вот здесь кнопочки. Ну, как бы не особо они мне. По качеству, ну, это вот металлическая. Но, тем не менее, я им уже пользуюсь несколько месяцев. Они отлично как бы справляются. Но качество троечка. Эти качества, ну, пятерка. То есть, стандартная пятерка. Кабель, как я люблю, вот такой вот широкий. Который не путается. Вот здесь вот он очень удобно, вот, как бы ложится у меня на плечо. Вот эта вот штука управления. И, ну, управление, что здесь, что здесь управление, конечно, получше. Здесь оно, я не знаю почему, то ли из-за того, что тоненький кабель, оно может болтается. И мне иногда приходится его искать. В эти же, ну, все отлично. В этом плане хорошо. И у этих тоже все хорошо, добавить нечего. По управлению, самое лучшее по управлению, это вот эти наушники. Из этих всех троих по управлению самое лучшее. Здесь не стандартный, не такой, как у всех пульт. Вот, смотрите, этот пульт, этот пульт и этот пульт. Так, не путаться. Вот, три пульта смотрим. Скажу, про эти я рассказывал. Здесь переключение треков наоборот. То есть, минус это включить вперед трек, плюс включить назад. То есть, ну, к этому привыкаешь, но в любом случае это как-то немного неудобно. Переключение коротким нажатием, настройка громкости длинным нажатием. Это нормально. Выключение по центру. Это как бы управление, к нему привыкаешь. Даже привыкаешь к тому, что они задом наперед переключают треки. Особых усилий привыкнуть не было. Вот эти наушники по управлению, они самые отвратительные. Away, это, ну, огромное калище им по управлению. Во-первых, переключение треков, это надо длинным нажатием. Да, то есть, ну, оно сопровождается еще таким звуком. Блин, такой, ну, немножко неприятный звук. Ну, как, ну, может, и приятный, но когда ты его каждый день, вот, если ты, там, пятнадцатый трек клацаешь, вот, пятнадцать раз этот бринь-бринь-бринь-бринь-бринь, вот, надоедает. Это раз. Во-вторых, коротким нажатием громкость. Это, наоборот, и люди, которые, допустим, я люблю, там, послушал треки. У меня, как бы, я часто свою фонотеку не меняю. И есть треки, которые уже немного приелись. И я их просто проклацываю, но иногда мне не нравится их послушать. Вот. И, конечно, вот здесь удобно просто. Раз нажал, и ты на следующем треке. То есть, ты чаще переключаешь треки, а не звуки. То есть, соответственно, логично сделать на трек единичное нажатие, а вот на звук длинное нажатие. То есть, нажал и держишь, и звук. Либо убавляешь, либо добавляешь. Здесь все сделано наоборот. Я уверен, что и будут люди, которые найдутся, которые привыкнут к этому, или уже привыкли к каким-то наушникам, у которых также переключается. То есть, ну, для них будет... Ну, для меня это явный минус. Вот самые крутые в управлении это эти наушники. Вот здесь все сбалансировано. Ну, единственное, что непривычно, что кнопочка включения паузы отдельно. То есть, я всегда нажимал на центральную. Да, то есть, привык здесь и здесь на центральную. И всегда нажимал на центральную. Но, тем не менее, теперь как бы попользовался, немного привык. И это особых там беспокойств не доставляет. Переключение звука громкости правильное. Ну, длинное нажатие либо тише, либо громче. И двойное вообще нажатие переключения треков. То есть, здесь одно иное, а здесь двойное. То есть, двойной щелчок нажал, переключил трек. Я тоже, кстати, не сразу понял. Но это тоже нормально. То есть, избавит, если на шее. Мало ли, вдруг там сумкой, допустим, на плече сумку несешь, чтобы оно нажалось. И одно иное нажатие не будет срабатывать. То есть, двойное нажатие я могу, как бы, для переключения треков, я могу одобрить в этих наушниках. И, ну, мне они, как бы, нравятся больше всего. В этом плане они, ну, лучше всего. Тест на шапку прошли все. Вот эти вот немного, немного, там, ну, чуть-чуть совсем дискомфорта. Но я поменял амбошюрки. И вроде, вроде бы они, как бы, стали нормальными. Или, может, просто я уже привык. Поэтому, ну, и возвращаясь назад, давайте подведем вывод. Какие наушники я бы взял для себя лично пользоваться? Вот, однозначно, вот эти я беру. И они остаются у меня. Звуку по всему, да. То есть, есть, конечно, минусы некоторые. Но они стоят около 5 долларов. Вот эти смысл брать нет. Если сравнивать с этими. Ну, да, здесь качественнее сборка. Такое все надежное. И пластик. Здесь пластик такой хлипкий. И он, видите, то есть, если его гнуть, он изгибается. Если его там придавить или сесть на них, то он может сломаться. Здесь же такое добротное все сделано. Что, ну, оно не поломается. Качество сборки, ну, как бы, на уровне. Но все остальные минусы, это, ну, как бы, они, считай, идентичны с этими. То есть, зачем платить в два раза больше, если вот наушники нормальные, да, есть. И если, ну, вы аккуратно пользуетесь и у вас техника не ломается, как обычно, то вот эти вот выбрать можно однозначно. Вот. Ну, и, естественно, вот эти я могу советовать. Эти мне понравились. И они становятся моими основными наушниками. То есть, сейчас я буду ими пользоваться в основном. Ну, возможно, КЗ мне фирма понравилась. Звучание у них хорошее. Понравился их подход. Все качественно. То есть, провода такие не слишком жесткие. Ну, сделано все отлично, качественно. Сборка. Звучание хорошее. Это причем по блютузу. На проводе тоже отличное просто звучание. Единственное, что они получились в два раза дороже, чем те и те. То есть, эти, по-моему, 8 с чем-то я покупал. А эти я покупал за, не помню, там, либо 7, либо 8 долларов. Но провод к ним, если вам нужны именно блютуз наушники, провод к ним тоже стоит там около 10 долларов я покупал. Поэтому они немного дороже вышли, но они становятся моими основными. Вот. КЗ, ЗСТ. Есть разные версии. И теперь мне не нужно менять провод. Если я захочу более какие-нибудь другие наушники по лучшей их фирмы, я могу их купить. И мне не нужен провод. Провод у меня остается старый. То есть, датакабель. А вот наушники можно сменить. Вот они вот так отщелкиваются. Это мне очень нравится. И, допустим, появились там новые технологии. Новые наушники у них вышли. Можно их купить. А датакабель, конечно, оставить старый. Вот. На этом у меня все. Я надеюсь, было информативно. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч и удачных покупок. Не забывайте подписаться на наш телеграм-канал, где вы можете купить все эти товары по скидкам, когда они появляются. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...